Суша. Стоп, думай. Суша. Хорошо, вспоминай руки, еще раз. Суша. Ольга Борцова около пяти лет работает логопедом. В сентябре ее мужа мобилизовали, и теперь двоих детей приходится воспитывать одной. Признается, что это непросто, ведь муж был основным кормильцем семьи и надежной опорой. Теперь финансовая ответственность легла на ее хрупкие плечи. В это трудное время Ольге помогают все. Не оказалась семья и без государственной поддержки. Со мной достаточно быстро связались люди из социальной поддержки. Они подсказали, какие документы нужно предоставить. И опять же, в связи с тем, что мужа мобилизовали, и мы оказались в такой ситуации, мне предложили заключить социальный контракт. Нас таких жен, у которых забрали мужей, достаточно много. Себе нужно заявлять, и себе нужно говорить, и тогда мы будем услышаны. Социальный контракт предполагает помощь в размере 300 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность. На эти средства Ольга планирует купить оборудование для своего кабинета. В этом месяце семья получила матпомощь – 14 тысяч рублей на оплату частного детского сада, поскольку Ольга вышла на работу, а младший ребенок еще не был устроен в государственный сад. Однако сейчас Ольге помогают решить и эту проблему. Со всеми вопросами девушка обращается к куратору комплексного центра социальной поддержки. Мы получили информацию, мы связались с Ольгой Александровной. 3 октября были поданы документы на материальную помощь и социальный контракт, и уже меньше чем через неделю она получила одобрение от комиссии. Пока идет многочисленный сбор информации как раз-таки о потребностях человека, и мы уже начинаем понимать, в какой мере мы можем помочь и чем. Для семей мобилизованных в регионе оказывают различные меры социальной поддержки. Можно получить материальную помощь, субсидии на оплату ЖКХ. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в муниципалитетах продолжается работа по оформлению социальных паспортов семей военнослужащих. Так выясняется, какая именно поддержка требуется семье. К работе подключаются все министерства, подведомственные учреждения и органы власти. Важно сделать все, чтобы военнослужащие, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома. Ксения Баканова, Максим Гусев, События.